Животные постоянно ходят кругами. Кто-то пытается рыть яму в своих металлических клетках, а другие просто лежат. Все это кадры видео, которое появилось в социальных сетях. Местные жители говорят, что у животных в клетках нет поилок, и сами они изнемогают от жары. Верблюды и лошади лежат прямо на асфальте посреди зоопарка. Другие звери, кажется, вообще не шевелятся. Кроме того, по словам очевидцев, днем и ночью из зоопарка доносятся крики животных, и на десятки метров вокруг распространяется неприятный запах. На качество содержания животных уже неоднократно жаловались местные жители. На следующий день в зоопарк пришли зоозащитники. Они сняли это видео. На видео отреагировали сразу. Уже на следующий день зоопарк посетили надзорные органы. В уголовном кодексе есть статья, предусматривающая штраф исправительной работы до одного года, либо арест сроком до шести месяцев. У входа сотрудники прокуратуры, ветеринарии и неравнодушные граждане. Делегацию встретил директор зоопарка. Он же устроил небольшую экскурсию. В зоопарке Ноев Ковчег 37 животных. Правда, не все из них находятся в вольерах. Некоторые свободно разгуливают по территории. Правда, по словам директора зоопарка, иногда по просьбам посетителей их запирают обратно. Львы, тигры, медведи и пантеры – все эти животные сидели в убранных клетках, влажность которых поддерживали сотрудники зоопарка. Вопрос только в том, всегда ли животные содержались именно так. Или подобное произошло только в день прихода надзорных органов. Директор зоопарка поспешил объяснить происходящее на нашумевшем видео. Директор упомянул, что каждое животное, привитые на всех, есть необходимые документы. Не обошли стороной и вопросы по уборке клеток. У нас каждое утро капитальная уборка, потом по ходу дня убирает человек. Кормит, остатки потом убираем. Сотрудникам прокуратуры и ветеринарии показали, чем питаются животные. За зоопарком целый холодильник мяса, а также коробки овощей и фруктов. Возможно, они всегда стоят на санцепёке. Директор рассказал, что мясо они дают животным только под вечер, чтобы запах не отталкивал посетителей. К утру от пищи в клетках ничего не остаётся. А все отходы выносят в ближайшие мусорные баки. По требованию каждой из служб директор приносил всё новые и новые документы. Вот только однозначного ответа по результатам проверки так и не дали. Прокуратура Октябрьского района проведена проверка в зоопарке Ноев-Ковчег. После получения заключения ветеринарного надзора будет дана оценка соблюдения санитарного законодательства при содержании животных в данном зоопарке, а также будет решен вопрос о принятии меры прокурорского реагирования. Маленькие клетки и депрессивное поведение животных – это основные недочёты, которые перечислили зоозащитники. По поводу условий содержания зверей однозначного ответа тоже нет. Мы посмотрели животных, посмотрели их состояние, посмотрели документы, взяли ксерокопию документов. Поэтому сейчас никаких выводов, никаких заключений. У животных не брали никаких анализов. Сотрудники осмотрели только документы. Второй инспекции не предвидится. Конечные результаты надзорные органы вынесут только по итогам данной проверки. Сотрудники главного управления ветеринарии рассказали, что перед выездом зоопарка в другой город всех животных обязательно проверяют. Если данный зверинец планирует выезжать, в любом случае мы отправляем запрос в тот субъект Российской Федерации, в тот орган государственной ветеринарной службы, то есть или то ли управление, или еще что-то. Отправляем запрос, мы согласовываем с ними выезд. То есть все документы направляются туда. Если в случае, если там есть какая-то ситуация, вспышка или что-то, то есть они могут нам отказать или у нас есть какая-то ситуация, то есть они нам отказывают запрос. То есть это все регламентировано. Получается, что перед приездом в Рязань все необходимые проверки животные все-таки прошли. Вот только что покажет результаты сегодняшнего рейда неизвестно. Ясно лишь одно. До их появления зоопарк будет работать в штатном режиме.